Мужчина женится не потому, что он считает свою женщину потрясающей. И не потому, что благодаря ей он чувствует себя королем мира. И даже не потому, что у нее потрясающая фигура. Или у нее много денег, и поэтому ему не нужно будет тратиться. Вспомни, сколько было случаев, когда твои друзья встречались десятилетиями, но они расставались. А потом год, и он женится на другой. И хотя никто не понимал, что происходит, почему именно на ней, но он точно знал, что он делает. Да, у него и до этого была потрясающая девушка. С одним единственным отличием. Тогда он просто не был готов к свадьбе. Так что вы можете быть самой прекрасной, идеальной невестой на свете. Но если вы хотите серьезных отношений, вместо того, чтобы спрашивать, влюблен ли он в вас, спрашивайте, готов ли он. Ой, зачем мужчины женятся, ребята. Всем здорова, Саннач, на сваде. Слушайте, гениальная женская логика. Мужчина женится, потому что готов жениться. Ну, странно было бы, если бы он женился, если бы не был бы готов, да. А ни одной, собственно, причины не назвал. Ребята, сейчас я буду рассказывать, зачем мужчины женятся. Но возьмем здесь такие самые три основных базовых причины. Но перед этим, ребята, напомню вам про свой курс, как взаимодействовать с женщиной без потерь. Он на 4,5 часа в видео формате. Как пробивать женщину на инстинкт. Как укладывать ее в постель. Как не бояться с ней знакомиться. Как управлять своей похотью, чтобы она тебе не мешала. Ребята, это все есть в моем курсе. Ссылочка на мой сайт есть в описании. Проходите, ознакомьтесь. Там все мои курсы хранятся. Может быть, что-то для себя интересное подберете. Пишите в личку. А мы продолжим, собственно, ребята. Ломент первый. Это элемент воспитания. То, что мальчику с самого детства внушают, что когда вырастешь, женися. Тогда будешь рассказывать, что-нибудь рассказывать. Часто такие фразы, думаю, слышали. И в школе, и дома, везде. И на улице. А вот вырасти, женися, и так далее. У мальчика создается такая модель в голове, что почему я должен не жениться. Мне говорили всю жизнь. Они же как губки впитывают это все. Ему не объясняют, зачем, почему, куда, как. Просто надо. Надо и все. И он думает, надо и все. Ребята, а кто думает, допустим, что вот эти все привычки с детства, которые пошли, вы над ними вообще задумывались? Нет. Просто это есть и все. Ты даже не думаешь, зачем это тебе полезно, не полезно, вредно. Просто надо и все. Он вырастет, надо и все. Это момент первый, ребята. Момент второй. Это элемент похоти. Ребята, кстати, вот что я сказал. В курсе, ребята, есть целая практика. У меня как управлять своей похотью. Полностью избавиться от нее, конечно же, не получится, ребята. Потому что мы все здоровые мужчины. Да и, собственно, и незачем. То есть мы приятно взаимодействуем с женщинами. Все прекрасно. Но управлять ею надо, ребята. Потому что некоторые, я извиняюсь, ребята, для того, чтобы якобы секс у них регулярный был, они бегут в ЗАГС, ребята, с ней так усе. Вы просто вдумайтесь. Жениться, чтобы трахаться. Это выше понимания нормального. У нормальных мужчин секс и так есть. И больше того, я вам скажу, ребята, в браке чаще всего секс пропадает. Опять-таки, допустим, ты стоял с позиции оленя, то у тебя секса там не будет. Ну, он будет, точнее, в качестве поощрения. Она тебя наказывать будет постоянно сексом, манипулировать и так далее. А заслужи. Че ты сегодня такую зарплату маленькую принес? Слушай, мне не нравится 100 тысяч, я хочу 250. Какой секс тебе? Какой секс? Ты что, вообще попутал, что ли? Иди работай на третью работу. И третий, ребята, момент тоже такой базовый. Это то, что мужчины не владеют информацией. Ребята, вот если вы встречаете, допустим, этого, так скажем, сорвиголову, который собирается туда положить голову свою на плаху, вы ему процитируйте, дайте ссылочку на мой канал, на чей-нибудь еще. И желательно на тот ролик, там, где разбираются статьи Семейного кодекса, допустим, о равенстве и так далее. То, что он, допустим, может чужих детей воспитывать, ребята, и развестись не сможет с благоверной своей даже в этом случае. Алименты будут платить, а мы мучиться заберут. Я понимаю, что под властью похоти, ребята, и алинизма у него все равно в голове шаблон. Но, тем не менее, дайте шанс человеку. Может быть, все-таки прозреет. А по всему, ребята, невладение информацией. Люди не знают попросту, что с ними может там быть и, скорее всего, будет. Что их поставят на алименты, это прям 300%. Что у них, скорее всего, заберут имущество, если они будут его приобретать в браке. То, что я уж молчу, ребята, сколько он там денег в это все всандалит, в эту так называемую счастливую такую ячейку. Ребята, семья это прекрасно, семья это хорошо, но в ЗАГСе она не делается. Семья это прекрасно, когда мужчина и женщина, у них детки, да, это все классно, ребята. Но вот когда эта женщина взяла, где-то как бы упетляла, куда захотела и кому захотела. И у нее через два дня у твоего сыночка, там, у Ледечки будет новый папа, ребята. И ты сделать ничего не сможешь. Ничего ты не сможешь сделать по закону. Еще и будешь платить. А чаечка на эти денежки будут презервативы покупать, чтобы с новым великолепным папой, так скажем, делать новые впечатления для себя, ребята. Эмоции получать. Ребята, это все правда, это все реально. А люди об этом не знают, мужчины. Ну, то ли не хотят знать, то ли не догадываются, то ли фиг его знает там еще, я не знаю. Так что такие дела, ребята. Печально это все на самом деле, печально. Носить одну и ту же шмотку? Это нормально. Ну и что такого? Я вот ношу этот свитер просто каждый день. Ну и что теперь? Подумаешь, может, это любимая вещь. Поэтому, если вам говорят что-то вроде, а ты что носишь одну и ту же шмотку? То мы говорим, потому что я определилась со стилем. Понятно. Покрасить клинжово корни? Это нормально. Да, я похожа на только что спелую клубничку. Ну и что? Точнее, тухлая вишня? Не знаю, в общем, мне нравится. Пусть отрастает, я как-нибудь буду это все подкрашивать. Просто в перерывах между косичками я иногда делаю какие-то экспириенсы. Вот, у меня почти отросли вот так волосы. Ну, я как бы рада. Не знаю. Пусть клинж, ну и пофиг. И это нормально? Ах, да. Лучше выпить колы литр. Напишите продолжение. Спалились, да? Чем носить каждый день один и тот же свитер, ребята? А вы о чем подумали, ребята? Откуда вы знаете, что он соленый, ребята? Ах, да. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Слушайте, мне иногда вот, да, что что мне иногда, часто задают в комментариях, да? Вот, Саныч, ты такой пошлый, там, у тебя такие пошлые названия ролика. Сам ты весь такой, знаешь, вот хочешь получать только секс от прекрасных наших чаечек, да? а почему ты не найдешь в ней личность почему ты не найдешь в нее целый мир там с нет поговорить там тудым-сюдым там за душевные темы по заворачивать да вот за как шубу за этот в трусы слушайте ребята вот вам прекраснейший экземпляр я ж не говорю что такие все ребята но вы вы зайдите в тик ток ребята вы зайдите вы в этом просто преисполнитесь этой всей творческой личности ребят сидеть что-то движение не совсем понятно если честно но они есть ребят пускать ими просто вывод с ней хотите разговаривать о смысле жизни бредности бытия прекрасной природе там погоде там куда поехать отдыхать путешествовать ребят слушайте мне эти и мне в такие моменты знаете я думаю как бы как как бы целым остаться ну и знаете вот просто представьте себе допустим такую ситуацию ты нормальный здоровый человек да а тебя к примеру там помещают это я сейчас против того говорю а тебя помещают примерно знаете так вот в отделении психбольницы с постояльцами естественно и тебе там надо прожить сутки а постояльцы ребята очень непостоянные постояльцы как бы там там такое в голову приходит как бы и ты такой сел и пытаясь сутки выжить ребят вот примерно мне такое же чувство ну конечно это все в метафорическом смысле когда захожу в тик ток ребят какие за душевной терке какие личности в общем у меня поняли ребята да ребята кому интересен мой курс как взаимодействовать женщина без потери welcome to за мой сайт либо пишите мне сразу в личку в telegram ознакомьтесь прекрасного дня и хорошего настроения